День, я Андрей Фефилов Но пишут же их люди, которые учили историю только в начальной школе. И все. А дальше, что они услышали по эху Москвы или по голосу Америки, вот то они и транслируют. Мне кажется, те люди, которые даже могут иметь абсолютно другую идеологическую позицию, они в любом случае, если они имеют какой-то вкус к истории, какой-то интерес к русскому прошлому, в большом смысле слова, они заинтересуются обязательно этими книгами. И вот хотелось бы немножко поговорить об этих мифах, об этих таких вот фальшивках и о тех подлинных настоящих открытиях, которые содержит эта книга. Вы знаете, очень удачно, что этот разговор зашел в связи с этой моей новой, не новой книгой. Дело в том, что в ней содержится несколько по-настоящему сенсаций, которые воспринимают все, кто прочитал книгу, а при этом еще не собираются обливать, по-моему, и грязью наше прошлое. А профессиональный цех историков старается молчать об этом, хотя то, что я написал, фундировано, так сказать, то есть есть в архивах документы, которые это подтверждают сто процентов. Ну, начну с чего. Книга посвящена последним 12 годам жизни Сталина. Точнее, жизни страны в последние 12 лет жизни Сталина. Начинается с 1939 года. И вот здесь первое открытие. Мы, когда говорим об августе 1939 года, сводим все только к подписанию советско-германского договора о ненапазении. При этом забываем упомянуть, что у Берлина таких договоров было, ну, чуть ли не дюжина с другими странами Европы. И в самом этом факте не содержится никакой крамолы. Но что у нас не хотят принимать, хотя знают великолепно, отлично. Просто зная хронологию, в августе 1939 года продолжались жестокие бои на реке Халхенгол в Монголии. Кстати, командующим войсками там был не маршал будущий Жуков, нет, генерал Штерн, который потом проявил себя очень плохо, как полководец в финскую кампанию, и сгинул. И после этого все, что делал Штерн, как бывает у нас, приписали Жукову. Ну, мало этого, Жуков сам приписал себе очень многое. Ну, к примеру, там во время боев с японцами, японцы применили психологический прием. Собрали сколько-то сот прожекторов и направили на нашу линию. Ничего не получилось. Наши так укрылись от яркого света, а дальше продолжали бить японцев. Жуков тот же самый прием, как свое открытие, использовал в битве за Берлин на Зиеловских высотах. И если почитать военных историков, послушать, как рассказывают об этом в кинофильмах сценаристы и режиссеры, получается, вот Жуков именно там впервые это все применил. Так вот, в тот момент мы уже фактически воевали, в августе 1939 года. Если бы мы не подписали договор с немцами, это могло означать юридически, дипломатически, что что бы ни произошло, мы выглядели бы агрессорами. Это раз. Во-вторых, у нас уже был один фронт на Дальнем Востоке. Заводить второй на Западе великовато для любой страны. Поэтому мы настояли перед Риббентропом, что договор будет подписан и войдет в силу только тогда, когда Берлин надавит на своего союзника по антикоминтерновскому пакту. Это Германия, Япония и Италия. И японцы прекратят бои, отведут свои войска за границу Монголии. Собственно, это не было прописано в договоре с ООН. Совершенно. Вот почему все говорят, что есть что-то такое вот тайное, скрытое, но все думают, что это вот все вот из-за поляков этих. Вот другого не было народа великого, из-за которого весь мир не ходил на хвосте. Нет, это мы себя обеспечивали, спасали от двух фронтов. Так и произошло. Был подписан договор, спустя несколько дней японцы прекратили бои и отвели свои войска. Это первая сенсация, которая, я считаю, для понимания предвоенной ситуации очень важна. После этого японцы, кстати, спустя два года напали не на нас, а напали на Соединенные Штаты, Англию, и кто-то там еще был, Австралию, по-моему, с Новой Зеландией. А, Голландская Индия. Нидерланды были уже оккупированы немцами, поэтому Нидерландская Индия, сегодня Индонезия, существовала в прежнем духе, без контроля немцев, и как бы самостоятельно. Это первое. Второе, что я считаю не менее важным. Цитаты из Черчилля, где глава британского правительства говорит, что мы правильно поступили в финскую кампанию. Мы не любим этого употреблять. Ну как же? Мы нехорошие и напали на бедных финнов, которые нападали нас до этого аж три раза, и без конца воевали, и которые хотели присоединить к Финляндии Великой, Эстонию, Ленинградскую область под названием Ингре или Ингерманландия, выбирайте любое название, еще Карелию и Кольский полуостров, всего лишь вот официально границы Великой Финляндии. Мы же добивались только одного, чтобы финны отодвинули на север границу от Ленинграда, потому что пушки, стоявшие тогда у границы, могли наносить удар по центру города. То есть с линией Маннергейма прямо? Да. Даже ближе. Линия Маннергейма, она ближе к Выборгу, а граница-то проходила еще на тридесятка километров ближе к Ленинграду. Я не поленился, разыскал эту цитату, и вот теперь все должны знать, с моей точки зрения, что тот самый антисоветчик, антибольшевик, что он никогда не скрывал, Уинстон Черчилль, считал с точки зрения существования любого государства, обеспечение его границ. Точно так же я нашел переговоры, текст переговоров Черчилля с Миколайчиком, премьер-министром Польши, в 44-45 годах, когда Черчилль доказывает Миколайчику, что да, граница новая, советская, должна пролегать там, где вот она и пролегла в 39-44 годах, и что никто не будет затевать новую мировую войну из-за вас, поляков, из-за вашего гонора. Это вот по поводу отношений с нашими заклятыми друзьями вечными, с которыми мы воюем последние 500 лет. Есть еще любопытная вещь в этой книге. Я уже, по-моему, в прошлый раз говорил, что Сталин исходил из одной простой вещи. Большевистская партия создана до революции в подполье с двумя задачами. Первая – захват власти, вторая задача – удержание власти. И вот Сталин, совершая серию своих очень важных политических реформ в начале 30-х годов, предусматривал и отказ от той роли партии, которая до этого играла. Сталин считал, что партия в том виде, в каком она была, исчерпалась. Нужно ее чем-то заменять. Отсюда и новый закон о выборах, альтернативность выборов, на чем он настаивал, стремясь с помощью избирателей убрать партийную номенклатуру с руководства. И завершение этой неудавшейся борьбы Сталина стал январь 44-го года. В это время должен был собраться первый и единственный за всю войну пленум ЦК. И вот к этому пленуму сначала Молотов и Маленков написали, Сталин отредактировал, внеся незначительные поправки, проект постановления пленума. Согласно этому пленуму, партия должна была быть ограничена чем? Вопросами агитации и пропаганды. Раз. И участие в подборе кадров. Два. Только и всего. Идеология плюс... Это даже не идеология, понимаете? Агитация и пропаганда своя. А кто-то еще, возможно, будет заниматься такой же агитацией. Почему? В проекте прямо говорилось, что все решения принимают партийные органы, возлагают исполнение на советские органы. А когда что-то не получится, кто виноват? Советские органы, хотя это придумали партийные. Вот чтобы покончить с этим безобразием, если бы был принят тогда, в январе 44-го года, этот проект постановления, то партия не имела права вмешиваться ни в хозяйственную, ни в культурную, ни в какую другую сферу жизни страны. Вот, занимайся своими делами. Надо сказать, что когда вот новый гимн, вернее, гимн Советского Союза после интернационала был принят, если исследовать слова этого сталинского гимна, там нет ни одного слова про партию. А в Конституции, я уже говорил, партия упоминается в 125-й статье в главе об общественных организациях. Речь идет о сталинской конституции 1936-го года. Это не Брежневская, где партия выдвинута в самое начало, как основная движущая сила общества. Ничего подобного. Но вот этот проект, который подписали три члена политбюро, Сталин, Молотов и Маленков, не прошел через политбюро. Через него проходили все проекты, чтобы быть вынесены на пленум. Это рушится миф о всесильности Сталина. Совершенно верно. При этом не сохранилось никаких, пока не найдено свидетельств, кто против голосовал. Но голосовали. Я в книге делаю попытку прикинуть, кто мог за, кто мог против голосовать. Но это гадание на кофейной гуще. Это недоказуемо. Факт один. Был проект, Сталин подписал, политбюро отвергает его. И все. Гуляй, Вася, как говорится. Еще очень важное для меня, и, думаю, станет для читателей событие. У нас все время гадают, кто отравил Сталина, кто убил Сталина, как убил, в какой момент. При этом вешают на него всех собак, то есть все процессы, которые затевались в 52-м, в начале 53-го года, включая пресловутое дело с врачами якобы всеми евреями, когда я опять же там подсчитываю, что вся эта история продолжалась, ну, не больше двух недель, компания агитационная, после чего начали публиковать филитоны и статьи о том, как безобразничают всякие люди, сознательно употребляя фамилии русская, украинская, татарская, грузинская, лишь бы снять вот эту проблему антисемитизма. Так вот, я обнаружил, и может любой человек пойти в архив, взять в руки эти документы и проверить, Политбюро в феврале 51-го года, за два года до смерти Сталина, принимает необычное решение. Согласно ему, все важнейшие решения в жизни страны принимают три человека Булганин, Берия и Маленков, но подписываются и Сталин. Иными словами, Сталин больше не решал ничего, а решали все эти три человека. И действительно, если сразу вычленить Булганина, фигура чисто номинальная, то в 52-м, после 19-го съезда партии, на первом же пленуме, как распределяются должности? Берия, исполняющий обязанности председателя Совета министров, Маленков, исполняющий обязанности первого секретаря ЦК партии. Почему ИО? Потому что формально Сталин еще занимал эти посты. И не сняв его, нельзя было убрать приставку ИО. Но любой чиновник, любой бюрократ понимает, что это уже все разделение власти одного человека. Уже не Сталин, а эти двое командуют всем. Поэтому я считаю при всех наших описаниях событий конца 40-х, начала 50-х годов этот момент отстранения фактической Сталина от власти учитывать невозможно. Ну, позднее эти документы опубликованы по делу Берии. Многие говорили, что Сталину везут все документы в пакетах, груда вырастает, потом пакеты увозят, Сталин так их и не открывал. Я знаю со слов последнего начальника управления охраны полковника Новика, тогда он был полковником, вместо Власика его взяли и назначили. Он мне рассказывал, что вот эти последние два года Сталин жил на ближней даче в Кунцево, гулял и давил виноград, который ему присылали из Грузии определенного сорта, из определенной деревни, конкретного склона, холма и так далее, и сам делал домашнее вино. Можарка, как мы ее называем. После такого колоссального напряжения, которое было во время Великой Отечественной Полный спад. При этом напряжение он чувствовал уже в 44-м году. Я здесь цитирую одного американского журналиста, который, готовясь отметить день рождения Сталина в 44-м году в декабре, взял у него большое интервью. И вот что любопытно, когда Кэссиди, так звали этого журналиста, спрашивает о делах, связанных с войной, Сталин отвечает нормально, спокойно. Как только речь заходит о послевоенном периоде, Сталин всякий раз добавляет, ответив, «Если доживу, если доживу». Это конец 44-го года. И, как мы знаем, 45-й год – первый инсульт, когда вдруг все газеты, чего не бывало до этого, публикуют сообщение, Сталин отправился в отпуск на юг. Но не было этого ни до войны, ни во время войны, ничего, чтобы извещали, где сам. И в Америке паника, паника в Белом доме. Трумэн не знает, что делать, сегодня умрет Сталин или завтра, как строить политику. И он отправляет своего личного представителя, который летит в Москву, с бумагой, которую он обязательно должен вручить лично Сталину. Прилетает в Сочи и ждет. Ждет день, ждет неделю, ждет столько, чтобы Сталин успел поправиться и смог его принять, как будто он совершенно здоровый. А вот дальше начинается самое пикантное. Несколько лет назад вышла книга «Журнал посетителей кабинета Сталина в Кремле». На каждый день, кто к нему вошел, с какого часа до какого, и вот что любопытно, если проанализирую этот толстенный том. После военные годы, пять лет, Сталин сначала в отпуске полтора месяца, потом два, три, четыре, и так идет до тех пор, пока он не уходит в отпуск на пять, шесть, семь месяцев. О чем это говорит? это говорит о том, что Сталин уже просто физически не мог работать. И не только физически. В архиве сохранилось два любопытных письма Сталина Маленкову. В этот момент в Нью-Йорке, в ООН происходит обсуждение одного из важных для нас вопросов, но не связанных с нами. И Сталин пишет Маленкову, что нужно передать Вышинскому, который был в ООН и должен был выступить по данной проблеме. Первая любопытная деталь. Не на обычной бумаге, не ручкой, не на машинке пишущей. Нет, были такие тоненькие полукартонные папочки в ЦК красного цвета, это половинка такой папочки, получается лист. И зеленым карандашом это послание. Второй факт. Почерк уже не сталинский. Когда я поговорил с одним врачом-психиатром, он сказал, да тут все понятно, просто у него правая рука уже почти не могла писать, и он держал левый и вводил почти острые огромные буквы. Третье. К тому моменту, когда Сталин отправил это письмо Маленкову, Вышинский уже выступил. И это послание было бессмысленным. Но проходит неделя, и Маленков получает снова того же содержания. Чуть иначе написанное снова что должен сказать Вышинский, выступая по этому вопросу. Как это называется, когда человек теряет память? Альцгеймер? Наверное, так? Ну, во всяком случае, во всяком случае, вероятно, просто он уже не следил за этими событиями, не мог получать... Правильно, потому что уже он расслабился, и он не помнил, писал он, не писал, выступил. Он же получал газеты. Он мог прочитать в правде сообщения, в известиях полностью речь Вышинского по данному вопросу такого-то числа. На это он уже не реагировал. Вот этот старый цезарь такой, на самом деле, который сидит на даче, ему уже отголоски этой жизни, этой политической такой напряженной ситуации, которая в мире разворачивает, доносится отголоски, он пишет карандашом, левой рукой себя поддерживая эти записки. Это драматическая, очень интересная картина, но не могу не задать этот вопрос. Все-таки это такой достаточно тоже расхожий вопрос, отчасти обывательский. Сталин уже отстранился, может быть, даже сам отстранился. Вот здесь мы не можем сказать, то ли его выкинули, то ли он сам ушел, но не оформили. Во всяком случае, он вышел из игры полностью. Скорее, второе, поскольку он же адекватный человек, если он не успевает смотреть документы, как же быть? И вот вопрос с преемником. Все-таки очевидно, он в лице этого Думверата... Триумверата поначалу. На 51-й, почти весь 52-й Булганин, Берия, Маленков. С ноября 52-го Берия и Маленков. Без Булганина. То есть, он, в общем-то, отстранился от власти со спокойным сердцем, что эти люди, они поведут корабль государства. А вот здесь вот это сказать нельзя. Мы не знаем, что он думал. Мы не знаем, были ли у него в запасе другие люди, которые могли бы. Мы ничего этого не знаем. Сталин не писал дневников и подробных писем. Берия, Маленков и Подабна. И запрещено было, и боялись. Это только сегодня дураки верят, что Фурцева писала дневники. Серов. Серов. Все. Все, кому не лень. Поэтому мы лишены знания подоплеки тех или иных решений. архивы. Ведь до сих пор, хоть нам и талдычат, что архивы все открыты, закрыты два, с моей точки зрения, принципиальных фонда. Это фонд управления кадров и фонд административных органов. Управление кадров, это означает, что на каждую должность кто-то кого-то рекомендовал, еще какие-то характеристики на этого человека, и мы могли бы судить. А кто пропихивал наверх Ежова? Кто делал то-то, иное, третье? Не знаем. Запрещено нам знать. Нам очень интересно, кто пропихивал Горбачева. Да, да. А дело административных органов, курировал, то есть руководил Министерством госбезопасности, внутренних дел, Генеральной прокуратурой, Верховным судом. Ни одно важное решение об аресте высокопоставленного человека не могло миновать добро этого отдела. А мы не знаем. Мы не знаем, кто последний разрешал того или иного человека арестовать. Мемориал любит болтать языком глупости. К примеру, все время говорят о так называемых расстрельных списках. Но это нужно быть полным профаном в истории, чтобы выдавать те бумаги, которые они иллюстрируют, за решение. Дело в том, что при ЦК была судебная комиссия, обладавшая правом помилования. И вот им поступала бумага, список людей, которых осудили на высшую меру наказания, на расстрел. И члены комиссии могли написать нет, этого помиловать, этого помиловать, этому дать вместо расстрела там 10 лет и только. Так вот эти списки этой комиссии выдаются за решение этих людей, мол, расстрелять их. Глупость, ерунда, бред сивой кобылы. Но пока мы не располагаем документами этих двух отделов, мы лишены, вынуждены бродить еще в потьмах. Мы что-то знаем, твердо доказуемо. Но я уже сказал, не знаем подоплеки многих решений. Кто поднимал какой-то вопрос, кто кого пропихивал и так далее, и так далее, и так далее. А это очень важно для понимания власти и действия ее как механизма. Не правда ли? Ну это фундаментально. Ну да. Но вот пока мы находимся в идиотском положении. Советского Союза нету. Нету коммунистической партии Советского Союза. Но документы эти несуществующие партии несуществующей страны и спустя четверть века нам недоступны. Видимо там содержится какая-то тайна. Как англичане не хотят показывать каковы были переговоры ГЕСа с представителями администрации. Совершенно верно. Совершенно верно. и так же мы не хотим ничего сказать кто прилетел на самолюте Ю-52 15 мая 41 года сел на центральном аэродроме и исчез. Это дубляж полета ГЕСа. Но там молчат в Лондоне молчат у нас и делаются вообще этого полета не было. Там-то хоть известные даже в наших газетах писали о полете ГЕСа. А у нас вы нигде не найдете ни слова что прилетал этот самолет. Я об этом вообще ничего не слышал. Вот так вот. 15 мая 41 года центральный аэродром который напротив стадиона Динамо. Почти как сегодня говорят приезжие центр Москвы. Это как бы рост повторил перестройку. Да, да, но нигде не осталось ни одного документа доступного историкам об этом происшествии. Все говорят да, было, но что дальше никто не знает. Вот вам наша история. Хотя вслед за этим полетом немецкого Юнкерса, который пролетел от Белостока до Москвы, не вызвав никаких волнений ни у пограничников, ни у ПВО. Ведь что-то было, что-то было. А что? Почему вдруг этот полет? Но зато мы знаем твердо именно после этого полета сажают все командование ВВС, новое, всех этих ребят лейтенантов в Испании, которые вдруг стали генералами и согласились командовать всей авиацией страны. Даже додуматься нужно. Но что делать? У нас говорят Смушкевич, но простите, Смушкевич, который тоже командовал авиацией, был партийным работником. И он по долгу службы вынужден был налетать столько до часов. При этом не говорится сам он вел самолет или был вторым пилотом, пассажиром по сути дела. Алкснис хороший человек, но они все занимали свои должности командующих, когда у нас была очень слабая, устарелая авиация и не в том количестве. А когда вдруг после гражданской войны в Испании у нас в сороковом, сорок первом году появились те самолеты, которые летали уже всю войну и в большом количестве, что нужно было сделать? Нужно было переучивать всех пилотов и техников. Новая машина, новый мотор, все новое. Новое оружие, значит, и оружейников переучивать, а это нужно организовать. Дальше. Мы, я условно говорю, мы любим писать, как были уничтожены в Белоруссии на аэродромах все наши самолеты, но никто не объясняет почему, а оказывается все эти аэродромы с грунтовыми взлетно-посадочными дорожками. И вот принимают правильное решение бетонировать, но для того, чтобы бетонировать сразу на всех аэродромах со всех на один, на два, на три свозятся самолеты, ими забиваются пространства. Они не могли взлететь при всем желании. То есть просто-напросто их передислоцировали и собрали, чтобы на оставшемся месте совершить работы по бетонированию взлетно. Совершенно верно. А результат, начинается война, и немцы расстреливают самолеты, которые физически не могут взлететь. Они нос к носу, грубо говоря, стоят. Не на взлетной полосе. Халатность или вредительство? Вот за это всех этих ребят и по 58 отправили на тот свет. Вот результат Ю-58. То есть он стал катализатором этот полет арестов и расстрелов. Хотя эти прегрешения были уже известны и перед прилетом Юнкерса. Ну, например, в одной воинской части авиационной летчик совершает обычный стандартный учебный полет. Улетел и не вернулся. День проходит, неделя, месяц. Командиры части это не волнует. через месяц случайно в лесу находят этот самолет с замерзшим летчиком. Это как? У нас каждый день гробилось в то время примерно шесть машин ежедневно. Не на испытаниях? А просто во время пробных полетов все. Это связано и с плохим обслуживанием, и с плохой выучкой летчика. все вместе. Но в целом это было катастрофическое положение, с которым никто не знал, что делать. Ведь нужно переучивать тысячи летчиков и техников. Тысячи. Но если пофантазировать и все-таки кто из Берлина и что мог вести Сталину, какое послание? Скорее всего, это было послание, связанное с предложением начать активные боевые действия на Западе против Великобритании, переход через Ла-Манш и так далее. Это было продолжение того фальшивого письма Черчилля, которое по его приказу Ми-6 подготовила, переправила в Германию и вручила Гитлеру. В этом письме якобы Черчилль выражал согласие на подписание мирного договора только ради того, чтобы прекратились бомбежки Британии или битва за Британию. И ставилось одно условие, что англичане мир подпишут после нападения Гитлера на Советский Союз. Но это скорее вот эта Гессовская история. Аналогично? А Гесс в ответ на это письмо полетел в Британию уточнять детали. Вполне возможно, что немцы отправили кого-то еще к нам с противоположным предложением, чтобы запутать все, как это бывает перед началом войны. Все ломают голову, кто, зачем, почему, как. А немцы делают то, что хотят. Ловят рыбку в мутной воде. Вот они ее этими двумя полетами и замутили. Иван Николаевич, большое спасибо за беседу. Я дерзну от лица всех наших зрителей вас поблагодарить и высказать восхищение вашей многолетней работе огромной. Ну, простите, ну, а как иначе? Чтобы понять, что было за столько лет в стране, сколько нужно сидеть в архивах? Ведь это я один такой дурак, сижу, честь, вертвека, читаю подряд все документы, параллельно газеты, журналы, партийные, большевик, потом коммунисты и так далее. И никто не идет мне на смену или в помощь, потому что то, что я пишу, нуждается еще в дополнительных работах, таких же объемных, но по экономике, по промышленности, по сельскому хозяйству, финансам, по военной промышленности, только работать. Но вместо этого, что у нас? Ничего. Игорь Николаевич, ваши труды бесценны, и бывает так в истории, что существуют какие-то паузы, кто, как не вы, должны это знать, какие-то мертвые годы, какие-то периоды упадка, но... Безвремени. Безвремени называется, да. Я думаю, что будущие поколения, будущие историки, они возьмут руки вашей труды, и они... Хотелось бы. ...оттолкнуться от них и пойдут вдохновленные, впечатленные вашей драгоценной работой. Ой, вашими усами да мертв бы петь, как раньше говорили. Так и будет. Спасибо большое вас за все. Спасибо за беседу. Пожалуйста. Спасибо, кто смотрел нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова